К какому времени задержки дыхания нужно стремиться, чтобы в организме погибли вредные бактерии и вирусы? Они погибают... Вообще, давайте так, это отдельная история. Вредных бактерий не существует, в принципе. Вирусов вообще не существует, это все экзосомы, стоматиды. Для этого нужно изучать теорию Бешампа, который развивался и науку делал параллельно с Пастером и так далее, если вам это интересно. Но в целом, то, что вредно, это все, если упростить, оно выводится из организма одной функцией, назовем так. Это функция, мы привыкли ее называть иммунитет, это функция, которая находит, уничтожает и выводит. Причем там участвуют и почки, и кишечник, да. Поэтому так нельзя спросить, вот я подышу и все плохое выйдет. Но правильно сказать, что если я буду тренировать эту технику, то, да, мой иммунитет станет лучше, и он не будет допускать там патологических там развитий и событий с токсинами, связанными с микроорганизмом или с клеткой. Так будет более корректно ответить на ваш вопрос. Дальше. При аритмии ребенку 14 лет отвечал. КТ показали 10% поражения легких при COVID. Занялся. Задержка была 30 секунд. За неделю дошло до 2,5 минут. Ну, естественно, 10 дней было тоже, решил продолжать. А, это вот просто, ну-ка, больше даже такая история. Историй, кстати, очень много. Если успею, некоторые самые лучшие озвучу в этой второй части видео. Классная история. Безопасно ли при повышенной тревожности? Я ответил, да. Если только через нос, носом, как это повлияет в этой практике? В практике Вимахоффа идея вдыхать быстро, потому это лучше делать через нос и рот одновременно. Просыпаюсь ночью 2-3 часа, не дышу, сердце замирает. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. В сердце 20-30% энергии. Ну, причин, может быть, на самом деле, очень много. Скорее всего, это больше причины ментального характера. То есть, какая-то тревога, переживание, что дает сердцу неправильное послание. Мозг, сердце, что-то переживаете, страдаете, вам кажется, какое-то событие в жизни. Может быть, скорее всего, это больше к психотерапии, скажем, психологам этот вопрос надо задать, если у вас такие есть личные. А в отношении, что еще, это могут быть аритмии, перебои. В работе сердца для этого нужно продиагностировать свое сердце при помощи аппарата Холтер ЭКГ. Например, это самое простое, с чего я бы рекомендовал точно начать. Откуда начать поиск? Надо ли пользоваться дыхательной, гимнастикой? Пишет автор вопроса. Да. Да. Продолжайте, не торопитесь, не разгоняйтесь, выберите свой темп. Проблемы сердца, блокада проводимости. Можно ли? Можно. Выберите свой темп. Начните с неинтенсивных режимов. Вопрос. Давление резко падает 90 на 50 после цикла. Можно ли продолжать? Ну, это неадекватно. Это организм в таком некомпенсированном состоянии. Понаблюдайте, не торопитесь, уменьшите интенсивность и смотрите, как будет организм вам сообщение давать о себе. Так, не получается 90, 46, 50. Ну, про секунды спрашивают, я отвечал. Секунды, это не суть, так важно уже. Видео. Так, посмотрела, усложнила. Ага, я занималась йогой, когда начинаю дышать. Легче задерживать на выдохе, ртом и носом ответил на этот вопрос. А длинный еще вопрос. Ну, практикует человек, потому разберется. Гимнастика утром после выпитой воды, но не сразу. Ну, после ужина я отвечал. Вода можно. Даже во время я глоточками принимаю воду, пью. В тренажере вы дыхание, после дыхания опустили. Как понимать, объяснял. Как методика сочетается с физическими нагрузками? Хорошо. Об этом автор Вимхов рассказывает. Что можно, натренировав себя дышать, потом пробовать отжиматься, подтягиваться, стоять в планке. И очень быстро нарастает интенсивность. Можно сочетать. Об этом автор говорит очень много. И не навредит, нет. Почему? Можно ли дыхание? Муж принес два инфаркта. Можно, я уже сказал. Начните с неинтенсивных режимов. Натощак или без? Ответил. Лучше натощак. Спасибо за подсказку. Мое тело холодеет. Наблюдайте за ним. Это нервная система. Она вам что-то сообщает. Вы с ней долго издевались. Походу. Позаботьтесь про нее. Поухаживайте. Годится после ковида двойная бронхомимония. Да, годится очень даже. И для профилактики, и вовремя, и после, и для выздоровления. Ощущаю запах уксуса. Это грязь в организме. Ее надо выводить и приводить в баланс. Минералы, воду прежде всего. И избавляться от застоя, от токсинов, от запоров. Рак легких в первой степени можно ли делать? Обязательно. Даже нужно. При онкологических проблемах. После, во время выздоровления, реабилитации. Сколько должны быть паузы между подходами? Хороший вопрос. Пауза должна быть достаточной для восстановления энергии. Бывает так, что вы сильно разогнались. Два, три цикла и дальше. И до пятого, например, я даже был, дохожу и чувствую. Я уже устал реально. Ну, так просто разогнал себя. Что устал? Пятого цикла не могу доделать. Ну, когда очень интенсивно. И там, например, накануне чем-то вот плохо спал. Там, в перелетах, переездах и так далее. Так, паниковать начала. Ну, не паникуйте. Уменьшите интенсивность и давление по тому упало. Да, это неадекватная реакция нервной системы. Вы воображаете много ненужного, плохого, скажем так. Вот как раз для этого дыхание, методика Венхоффа учит очищать мозг. Очищать. Не поняла на восьмой минуте, почему избыток кислорода сдвигает ПА в щелочную сторону. Объяснял. Это химические вопросы. Объяснял, почему кислород в итоге приводит к защелачиванию. Если он окислит. В первой части видео, кстати, на этот вопрос отвечал. Ищите первую часть видео и смотрите. Давление понизится или нет? Если вы будете долго делать и хорошо выберете свой темп и интенсивность, давление придет в норму у всех людей. Так, сколько делать подходов? Я объяснял. Бег трусой, лыжи тоже сочетается. Я думаю, в разное время надо делать. Все-таки эта методика, она больше дыхательная. Она направлена на то, чтобы расслабиться, сконцентрироваться, очистить мозг. Сфокусироваться на хорошие мысли. А бег, лыжи, плавание, отжимание – это чуть про другое. Это про то, что телу надо дать нагрузочку, чтобы она начала работать по-другому лучше. В общем, какие задачи у вас есть? Надо понять. Если больше для мозга, антистресс, редактироваться и ментально-речевые конструкции, то лучше в тишине, созерцая, молясь. Если хотите телу больше дать упор, ну, тогда, да, тогда можно на улице, прямо возле тренажера и вперед. Очень холодно становится, особенно ногам. Это просто говорит о том, что у вас некомпенсированный кровоток. Развивайте, улучшайте и будет лучше. После отжимания, про отжимание холодный душ не сказали. Ну, потому что я хотел небольшое видео делать. Можно делать с эпилепсией? Да, нужно. Рука скрючивает после дыхания, было ли у кого. Ну, по-разному может вести организм, зависит от того, что у вас в предыстории. Обостряться старые болезни могут. Наблюдайте, снижайте интенсивность, продвигайтесь не спеша и опять наблюдайте. Перенёс инфаркт, стенты методом не опасно ли? Не опасно, даже хорошо. Кровь разжижается, это точно плюс-плюс-плюс после инфаркта. При глаукомико-теракте можно, не торопитесь, не спеша, смотрите за своим организмом. Дыхание по 3 минуты задерживаем, можно ли? Можно и по 4, и по 5, суть не в этом, в первом видео ищите, я объяснял, отвечая на вопросы. Тошнота иногда возникает при вдохах, это нормально. Не нормально, так может и быть, но оно должно быстро проходить. Если не проходит, то надо понять, почему так. Ну, что-то подкорректировать диету, водовыпивание или же сделать какие-то исследования, УЗИ, эндоскопию. Можно ли в 14 лет? Сказал можно и ответил на все вопросы. Хочу некоторые отзывы почитать, их немного. От такого дыхания можно приход поймать на раз. Да, это подтвердили люди, которые я проводил группы в реабилитационном центре для людей, которые оздоравливаются от зависимости, наркотической, алкогольной. Они все, практически те, кто попробовал это упражнение, с первого раза сказали, вау, так это же прёт от этого, это же чистый кайф. Говорю, да, Всевышний так придумал, что в нашем организме есть эти вещества, которые отвечают за радость, блаженство. А когда люди не знают, как легально их у Всевышнего добывать от жизни, то они долбятся химическими, ядовитыми, смертоносными такими ядами. Да, вот именно так. Потому, можно поймать кайф. Да, кстати, я люблю это состояние. Я люблю это состояние, это состояние блаженства, радости. Жизнь становится ярче, люди не такие негодяи сразу. В общем, на проблемы смотришь по-другому, молиться по-другому хочется. На второй день добавил сразу четвёртый цикл с отжиманиями. Душ, можно ли отжаться? А, пока всё супер. Короче, начал человек отжиматься. Вася Иванов, красавчик. Ну, то есть, ему нравится, как растёт количество отжиманий, которые он может сделать. Да. При помощи практики сбиваю температуру. Прикольно помогает. Круто пишет. Да, забыл. Не успел я. Мёрзну. Я мёрзну, а теперь согреваюсь капитально, Людмила. Вау. Круто. Согреваться можно приупреждать такой методик. Это, кстати, то, что лежит в основе самой идеи автора. Потому что он берёт ребят, тренирует и в горы, и в одних трусах, и в ботинках, и в шапочках. Без ничего, с голым торсом. Минус 15, минус 30. Сам он пробежал полумарафон или марафон при температуре минус 20 в Финляндии. Чуть ноги не обморозил. Вот так вот, да, может согреваться. Это крутая техника. Я её, кстати, один раз использовал лично. Это была интересная история. Два года назад мы ехали из Днепра в Харьков. И до посредине, близко к границе областей, ночью леса. И мы ударили. Она бежала-бежала, потом резко назад. И, в общем, попала в радиатор. И пришлось вызывать эвакуатор. В общем, не на эвакуатор, а на шнурочки нас там наш друг тянул. А в машине не работало ничего, потому что разбились оба радиатора. Оба. И всё. Машина не заводилась. Потому не заводились, чтобы двигателю, так сказать, невозможно было. И я ехал в холодной машине. Где-то минус 10, помню. А ехать надо было часа 4 или 3. Да. И вот я тогда меня спасла именно методика Вимахоффа. Хотя я ещё не очень хорошо знал. Я только начинал два года назад. Круто очень. Круто. Ну, а сейчас я вот при средних температурах. Осень-зима. Ну, я мало одеваюсь. В особенности я продышался хорошо утром. Там всё весь день на легкие. Там футболочка лёгкая. Курточка такая слегка осенняя. И всё. И вперёд. До сих пор летние кроссовки. Зимние даже не достаю. Не спрашиваю, если уж на день лежат. Да. Остеохондроз пропал. Не давал спать. Делаю пятый день. Пишет Жанская Елеова. Не правильно, что написал. Круто. Доходчивое объяснение. Сейчас практикую открытие шишковидной железы. Я не очень понимаю, что это. Ну, круто. А, это как наркотик. Ну, тогда понятно. Шишковидная железа открывается. Ну, круто. Это легальный наркотик. Это Господь придумал всевышний блаженство. Вещества, которые можно добывать таким легальным способом. И они не вредят. Они не только оздоравливаются. Точно. Короче, есть проблемы. Подсел на это дыхание. Как спрыгнуть теперь, спрашивает. Креатив комплит. Ну, не надо спрыгивать. Это хороший кайф. Живите. Наоборот, вам не нужны искусственные наркотики. Благодарю. Крутой дыхательный метод. Перестала мерзнуть. Хочется делать. Мозг не забывает. Вау. Пишет Людмила Гайрасенко. Здорово. Первый раз сделала строго по комментарии. Здесь цикл и дрожь. Теперь с нами. Спокойно. Немного, друзья. Я завтра буду учиться. Сохнет во рту. Хочется сглотнуть. Ну, окей. Давление скакануло. Померял давление. В полную силу. Так. Приятные моменты. Полторы минуты. Походу. С давлением надо снизить немного обороты. Да. Мы об этом говорили. Много. Да. Резюмирую. Действительно. Немного крутая голова. Настроение улучшилось. Зарядку захотелось сделать. Удалось поделиться ссылкой. Спасибо. Круто. Каналу удачи. Окей. Мучилась паническими атаками. Паническими атаками. Пишет Лариса Лозина. Стала применять с пояснениями. И все наладилось. Вау. Это круто. Только позитив. Мне хочется жить. Творить. Получила прилив. Счастья. Низкий поклон. Реально работает. Ноги горячими стали. А до этого были как лед. Пишет Меджи Лев. И уменьшились артритные боли. Круто. Голова кружится. Так. Про головокружение я рассказывал. Надо сбавить темп. Благодарю. Пишет Рама. Нахожусь в госпитале. Сильные боли. Обезболивающие. Толку не приносили. Терял иммунитет. Я терял иммунитет мужчина. Вчера отказался от обезболивающих. Вот так вот. Класс. Лежал. Терпел. Смотрел. Ютуб попалась. Феноменальный волшебный человек. Показал как дышать. Так. Два-три часа продышал. С утра заметил. Боль уходит. Круто. Вау. Волшебный человек. Да. Это круто. Поздравляем. Так. Светлана пишет. Слава Божья на мне. Было 38. Сейчас 56. Переломом позвоночника. Случился инсульт. Была парализована. Это она пишет, что у нее случилось такое чудо в жизни. Класс. Бога славит. Она теперь здоровый. Дышала. Пока лежала. Вертолеты. Давление. Но верю, что будет все хорошо. Будет. Не оставляйте. Делайте дальше. Здоровье будет добавляться. Та же картина. Третий день практикую. Восхищен результатами. Посмотрел другие видео. И понравилось именно то, что вот я в комментариях допояснял. Ну, мне тоже понравилась такая расширенная методика больше. Нашла этот метод. 20 дней назад. Состояние улучшается. Переболела коронавирусом. Переболела. Ямил Кальдияров. А пишет, видно, кто-то, женщина, жена, может, переболела коронавирусом. И сразу состояние начало улучшаться. Метод пришел как более благословение. Ну, крут. Так. Хорошего. Не слышала, не видела. Успехов в деле. Окей. Около 7 месяцев. Дошла до 3 минут. Каким-то вирусом переболела. Миниатюре. И, в общем-то, вот. Все наладилось. Насыщение кислородом улучшилось. И чувствую, что все в порядке. И мы тоже вас поздравляем, что вы... Это были такие вот истории, друзья. Если вам было интересно, напишите свои комментарии. Напишите видео. Напишите свои отзывы. Напишите вопросы. Если вам интересно, вот здесь, на канале Академия Здоровья, мы можем с вами продолжить практиковать такую методику. Причем есть более углубленные, более такие мощные версии. Следите за обновлением. Обязательно подпишитесь на канал Академия Здоровья. Пишитесь на мой канал. Задавайте вопросы. И я очень рад, что я был полезен. И благодарю автора канала Дмитрия. За то, что он предоставил такую возможность. Вот здесь быть большим количеством людей полезными. Всем здоровья, блага и храните себя.